Новое московское дело. В Москве задержан Евгений Есенов по уголовному делу о применении насилия против силовиков на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Подробнее о нем Алексей Крастелев. Привет! Имя Евгения Есенова появилось в СМИ сегодня утром. Сначала члены общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович написала в своем телеграм-канале, что Есенов ждет сюда на Петровке 38. Потом уже телеграм-канал Мэш опубликовал видео, в чем обвиняют Евгения Есенова. Данное мероприятие является незаконным. На кадрах видно, что Есенов машет кулаком в сторону полицейского в шлеме. Непонятно, достает ли он до шлема рукой. В любом случае, десяток полицейских скручивают одного Есенова и, видимо, после этого отведут его в автозак. Есенову 22 января накануне митинга исполнилось 38 лет. Мэш утверждает, что на митинге он был с другом, его судьба неизвестна. И минимум до конца марта он пробудет в СИЗО по обвинению в насилии в отношении полицейского. Знакомая статья еще по болотному делу. За повреждение, например, зубной эмали полицейскому 6 мая 2012 года, 4,5 года колонии получил Максим Лузянин. Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что полицейский во время его жесткого задержания сломал себе руку. Несколько человек в форме повалили Устинова на плитку. И в процессе этого завала этой кучи малыс была сломана рука у сотрудника полиции. И еще один фигурант, это уже фигурант другого громкого политического процесса, московского дела, которое тоже началось после массовых манифестаций в 2019 году. Устинову тогда, напомню, под давлением общественности изменили приговор. Он в итоге получил один год условно. Или вот еще один случай вспомним. Самаридин Раджабов просидел несколько месяцев в СИЗО и потом получил штраф за то, что не попал в полицейского пластиковой бутылкой. Я цитирую постановление суда, «бутылка создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений». И вот именно за это полгода в СИЗО и крупный штраф Самаридину Раджабу. В случае с новым делом, по которому уже за решеткой Евгений Есинов, непонятно, какие повреждения получил полицейский. Судя по кадрам, Есинову было явно больнее. Хотя, если полицейских так пугает звук, упавший рядом бутылки, то насколько сильно их может испугать проносящийся рядом с каской кулак. Увидеть Есинова, как и узнать, как правильно произносится его фамилия, сегодня было невозможно. Из-за пандемии суды в России закрыты. Пресс-служба Пресненского суда разослала журналистам только эти кадры, на которых даже лицо подозреваемого невозможно рассмотреть. Его защищает адвокат, вероятно, назначенный судом. Юрий Ренценов, прошу прощения, его контактов найти не удалось. Но, как правило, адвокаты по назначению выполняют формальную функцию обеспечения состязательности процесса и не оказывают квалифицированной защиты. Непонятно, как она в случае с Есиновым оказывалась. Теперь немного о самом фигуранте и нового дела расскажем. Он родом из Калмыкии, видимо, переехал в Москву в последние годы. И здесь он занимался рекламным бизнесом. У его полного тезки, согласно ЕГРЮ, в столице есть рекламное агентство. Ранее в Элисте у Есинова был строительный бизнес. Фирма выполняла ремонт и продавала строительные материалы. Есинова нельзя назвать радикальным оппозиционером, если судить по его профилям в социальных сетях. Он не подписан на Навального ВКонтакте, например. Не расшаривал расследования о дворце в Геленджике ни в Фейсбуке, ни ВКонтакте. В основном он публиковал посты, посвященные Калмыкии и ее культуре. Политическим постам можно разве что привязать интервью хоккеиста Артемия Панарина на издании «Спортс.ру», где хоккеист рассказывает о своих не самых лояльных нынешнему режиму взглядах. Поначалу я сильно сомневался, что это страница человека, принявшего участие в митинге Навального, но теперь он на скамье подсудимых под угрозой реального срока. Аня? Я боюсь, что мы увидим еще много таких дел, Леша. Появилась информация, что после акции протеста 23 января в России расследуется уже 20 уголовных дел. Об этом сообщили в Следственном комитете, об этом передает ТАСС. Итак, уличные акции протеста минувшие субботы стали главной темой для обсуждения и в Госдуме. Высказались и лидер КПРов Геннадий Зюганов. Он предостерег от повторения Майдана в Киеве традиционные манифестации в Беларуси. Он также заявил о связи Алексея Навального с ЦРУ, МИ-6 и Федеральной разведывательной службой Германии «Разум». И сравнил политика с Гитлером. Самый юный депутат Госдумы, член ЛДПР Василий Власов тоже осудил несанкционированные акции протеста, особенно те, в которых участвуют несовершеннолетние. Депутат единороссов Андрей Исаев обратил внимание, что массовые акции в период пандемии несут угрозы жизням людей. Мы решили напомнить, как живут же те самые депутаты, так недовольные митингами в поддержку Навального. Мы должны сделать далеко идущие выводы из того, что видели в субботу. Прежде всего, обращаюсь в президент, он согласился собрать лидеров фракции и обсудить ситуацию, которая сложилась у нас в державе. Каким образом Навальнятину готовили в лабораториях за кордоном и непосредственно у нас? Я не знаю, кто ему дал этот репортаж. Бастрикин распекает своих следаков о том, как они выпустили Навального. Уже берлинский обком руководит, куда идти, что делать, каким образом организовывать, кого бить и как провоцировать юнцов и пацанов. Чисто фашистские приемы. Геннадий Зюганов бессменный лидер коммунистической партии, где от каждого по способностям, каждому по потребностям. Потребности у первого лица КПРФ внушительные. Пенсия 61 тысяча рублей. В четыре раза больше официальной среднестатистической. И то, если и правда, у российского пенсионера она 15 тысяч рублей в среднем. Зарплата состоит из нескольких частей. Депутатская, выплата за думский созыв и 13-я зарплата. Согласно последней декларации, Геннадий Зюганов получил больше 9 миллионов рублей за год. Депутатская недвижимость. Квартира в центре Москвы. Известен даже адрес. 2-я Тверская, Емская, дом 54. 170 квадратных метров. Цена примерно полмиллиона долларов. Есть еще и загородная резиденция. Довольно скромный, по депутатским меркам, розовый домик. Стоимость 430 тысяч долларов. Совсем ни дворец, ни внутри, ни снаружи. Главное здесь напоминание о том, какой партией хозяин руководит уже 30 лет. Из движимого имущества Volkswagen Touareg. Еще не раз писали, что Зюганов любит рассекать волны на собственной яхте за 50 тысяч долларов. Пришвартована она, кстати, где-то у берегов Сирии. Там же у российского лидера коммунистов есть еще заработок. Он владеет небольшой сирийской компанией по переработке нефти, которой, правда, фактически управляют сын политика. Мы столкнемся с беспрецедентным иностранным вмешательством в выборы в Государственную Думу, с попытками организовать здесь цветную революцию, с нападками на институт президентства, который является одним из важнейших образующих демократического государства в России. В субботу мы увидели первый акт этой драмы. Не санкционированные акции, а по существу, с моей точки зрения, организованные массовые беспорядки в ряде городов России. Андрей Исаев, видный деятель Единой России, замещает главу фракции в Государственной Думе. Последний годовой доход — 5 миллионов 700 тысяч рублей. Задекларированы две квартиры в Москве, довольно небольшие, 113 и 55 квадратных метров. Даже ни одной машины у Исаева нет в собственности. Интереснее другое — его европейская недвижимость. Несколько лет назад Исаев и его общее владение с женой в немецком трире оказались в центре скандала. Выяснилось, что он не задекларировал земельный участок и отель, который находится в собственности у его супруги. Сам Исаев тогда объяснил это миссионерством. Ведь гостиница по трирам — православный паломнический центр апостола Фомы в Европе. По официальной версии отель с землей жена Исаева купила за 450 тысяч евро. По другим оценкам, стоимость немецких владений — все же 800 тысяч евро. В связи с новым законом о владении депутатами заграничной недвижимостью, Исаев уже объявил о том, что продает паломнический центр по трирам. Приносил ли он в последнее время ему доход — тоже вопрос. Как нам и удалось выяснить, гостиница там закрыта из-за реконструкции. Интернет вы проиграли. Молодежная политика в России неэффективна и нуждается в совершенствовании. Ну, для примера, как бы понятное дело, что Запад будет гадить постоянно. И вместо Алексея появится какой-нибудь другой политик. Поэтому мне кажется, что стоит больше внимания уделить именно работе с молодежью, чтобы она на такие мероприятия не ходила. Вот акции протеста в субботу. Реально сторонников берлинского сидельца на них было процентов 10 максимум. Правильно сказал Геннадий Андреевич, большинство людей выходило либо потому, что у них были какие-то проблемы, либо потому, что им просто интересно. Потому что больше года никаких политических мероприятий на улицах не проводилось. Дискотеки закрыты. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов. И при этом второй человек во фракции ЛДПР. О таких метражах на Манежной площади раньше и не слышали. Квартира 35 квадратных метров. И вторая такая же, но и то в найме на время депутатского срока. Зато зарплата у 25-летнего юноши не ниже, чем у коллег по трибуне. Почти 5,5 миллионов рублей в год. Еще до недавних пор у Власова было задекларировано две машины. И одна из них «Москвич». Субтитры делал DimaTorzok